Вы сказали, что вы действуете потому, что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную атаку, нападение на вашу страну. Для американцев это подобно паранойи. Почему вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби напомнил, что Россия развязала полномасштабное вторжение в Украину без провокации с украинской стороны. А пропагандистское интервью кремлевского диктатора Владимира Путина скандальному журналисту Такеру Карлсону не нужно принимать за чистую монету. «Американский народ хорошо знает, кто здесь виноват», — сказал Кирби. Он подчеркнул, что Украина ни для кого не представляла угрозы, когда 24 февраля 1922 года войска Путина совершили нападение. Он вторгся в соседнюю страну без провокации, — отметил американский чиновник. По его мнению, граждане США понимают, за что борется Украина. И все, о чем украинцы просят, — это наша помощь. Кирби сказал, что любой, кто смотрит интервью Карлсона, должен помнить, что он слушает Путина, и не должен принимать за чистую монету все, что он говорит. Представитель Белого дома также добавил, что на Капитолийском холме существует сильная поддержка Украины со стороны обеих партий. У нас с вами ток-шоу или у нас серьёзный разговор? Всё-таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему? И началась война 1 сентября 1939 года именно с Польшей. Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь. Над всеми нами пролетел Карлсон, тот, который Такер. Да, приехал американский журналист, и его облизывают, извините за такое выражение, как сумасшедшее. При том, что разгоняли очень долго про то, что США это плохо, отвратительно и ужасно. Тем не менее, американский журналист прилетает, и к нему такой почёт и уважение. С чем бы вы это могли связать, как бы вы это могли объяснить? Такой восторг. Барин приехал, да? Да. Но, во-первых, Барин приехал очень вовремя для того, чтобы помочь сгладить главный конфуз текущей ситуации, связанной с недопуском Надеждина. То есть, судя по таймингу, они прямо вот специально подгадали, чтобы минимизировать последствия. Начнут рассказывать о том, как восхищены болгары, в какой восторг пришли американцы. И, соответственно, так вроде как будет выглядеть, что тема Надеждина умерла, продержалась буквально один вечер. В общем, Такер это такая тяжёлая артиллерия, которая действительно поможет. Тут невозможно это отрицать. Поможет им справиться с проблемой недопуска Надеждина. Ну, не полностью, конечно, но хотя бы частично. Но тут, как говорится, там и малому будешь рад. Значит, дело в том, что, конечно же, недопуск Надеждина будет проинтерпретирован всеми, в том числе и сторонниками Путина, как то, что испугался конкуренции. Сначала Дунцова испугался, потом Надеждина испугался. Будет это воспринято как-то. Ну, разочарование будет, понятно, разочарование в либеральном сегменте, но будет разочарование и в сегменте лояльном. То есть, ну, как-то вот от богатырята ты ждёшь подвигов, да, а не того, что он будет там уклоняться от борьбы. Вот. И тут такой Такер и, значит, тезис о том, что ха-ха, там, Путин испугался Надеждина. Да о чём вы вообще? Смотрите, какие звёзды там из Америки прилетают, чтобы взять у Путина интервью. Значит, вашему Надеждину такое и не смелость. Вот. В общем, вот тут надо просто понимать причину вот этой любви Карлсона к Путину. Значит, она связана... Вот тут надо вспомнить просто древнюю мудрость. Враг моего врага, мой друг. Вот Карлсон, это главный голос того, той эмоции, которая описывается в Америке как white grievance. Это, значит, ну, горечи, значит, негативные переживания белых людей, связанных с эксцессами вот этой борьбы за равенство, которые там либералы, американские либералы, прогрессивисты ведут. И эта борьба действительно носит зачастую совсем уж гротесный характер. Ну, вспомним, значит, попытки там мыть ноги чернокожим погромщикам во время вот этого появления движения БЛМ. И да, вообще вот этот affirmative action, значит, когда на работу в университеты там берут, значит, чернокожих там по квотам, и белые зачастую получают отказ просто потому, что они не представляют меньшинств. Ну, то есть они большинство, значит, и, соответственно, там должны уступать меньшинствам. То есть это все, ну, такая идея вот этого восстановления социальной справедливости, там, замаливания грехов перед прежде угнетаемыми меньшинствами, от чернокожих до там ЛГБТ, например. Ну, логика этого движения понятна, да, но как любое социальное движение масштабное, оно, конечно, несет огромные издержки. Вот, ну, что называется, научи дурака Богу молиться, да. Или как у Губермана замечательно было сказано, возглавляя нации и классы, лидеры вовек не брали в толк, что идея, брошенная в массы, это девка, брошенная в полк. Вот, поэтому, ну, конечно же, там уже много лишнего принесено во все это. Вот, и поэтому поднялась полна таких негативных эмоций в этой связи у белого, консервативного белого большинства, значит, ну, сколько можно уже, да. И Карлсон, вот он, он прямо, ну, он эту тему оседлал, он на ней едет, и на сегодня он, пожалуй, самый главный спикер по этой теме. Он, он, он говорит, а я не хочу ни перед кем извиняться, из-за того, что когда-то там люди с белым цветом кожи угнетали людей с черным цветом кожи. Я лично никого не угнетал. Так, ну, в чем моя вина? Почему я должен уступить рабочее место там черному, которую я никогда не, 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 не обижал, и вообще первый раз в глаза вижу, а, значит, просто потому, что он, он черный, да. Ну, то есть в этом есть резон. Короче, я к чему, к тому, что, поскольку, вот для Карлсона главные враги это вот американские вот эти прогрессивисты, американские либералы, да, которые сгруппировались в демократической партии, прогрессивистское крыло демократической партии, и он вот ведет борьбу с ними не на жизнь, а на смерть, такую яростную борьбу, да, исходя из логики враг моего врага, мой друг Путин, который тоже является врагом для этих самых людей, а он, ну, для Карлсона уже даже просто на эмоциональном уровне, ну, он, он, его ненавидит мой враг, да, и Карлсон как минимум с любопытством на него смотрит, потому что он такой же, как я, враг меня ненавидит, его ненавидит, вот. Вот, и, соответственно, и дальше уже, ну, на вот эту эмоцию первоначальную, такого доброжелательного любопытства, да, наслаивается уже понимание, что интересы тоже где-то совпадают, да, а в том числе и финансовые, значит, Путин, ну, не бедный парень, мягко скажем, да, значит, что-то с него можно поиметь. Все знают, что Путин активно финансирует тех подобного рода правых деятелей, там, везде, где только может. Вот, и вот они вот здесь находят общий язык. То есть пытаясь доказать, что, значит, либералы-дураки враждуют с Путиным, Карлсон, естественным образом, пытается доказать, значит, всем, что Путин это окей-гай. Вот, и, в общем, вот, то есть это ни в коем случае, я к чему все это рассказываю, чтобы люди понимали, что это ни в коем случае кревлевская пропаганда будет пытаться преподнести это как такую прям вот любовь к Путину, восхищение Путиным, там, да, восторг по поводу Путина со стороны Карлсона. А я хочу сказать, что нет, это абсолютно ультилитарная штука. Путин для Карлсона это такой инструмент, с помощью которого он бьет своих главных врагов по головам, так сказать. Это дубинка, проще говоря, да. Вот. Плюс, я повторюсь, я думаю, что там есть и финансовая составляющая. Карлсон, ну, просто достаточно на него посмотреть, даже не надо изучать его биографию, но это крайне такой самовлюбленный нарцисс, да, и, конечно, он умен, он прекрасно понимает, какой подарок он делает Путину. И, ну, такие люди, такого рода люди, а у них, знаете, дружба-дружба, табачок в росте. Вот. Я, честно говоря, с трудом себе представляю, чтобы он за это не взял денег, и, причем, ну, поскольку это действительно мега-популярный спикер, значит, он, я думаю, взял очень много. То есть российскому налогоплательщику эта история, по поводу которой он сейчас должен восхищаться, она на самом деле, ну, ему в копеечку-то влетела. Вот. Как-то так. В общем, главное, что мы должны из этого вынести, вот этот восторг нашей российской пропаганды по этому поводу, он, конечно, показателен. То есть он показателен, в какую, на самом деле, вот, в какую провинцию Путин превратил Россию, что, значит, они сами, вот, не могут путинский месседж разогнать своими руками, иначе, как помимо Карлсона. Вот когда случается кризис, например, с Пригольдином, да, чисто внутренний кризис, помните, ну, Пригольдин же не был каким-то там карбонарием, революционером, да, там, не был агентом Госдепа, да, он вырос там, он плоть от плоти системы, он вырос, так сказать, можно сказать, метафорически выражаясь, на коленках у Путина сидя. Вот. И в какой-то момент этот вот неумелый политический менеджмент довел до того, что там Пригольдин вдруг оказался против системы и практически взорвал систему, да, да, и система не могла сама разрулить отношения с Пригольдином, которые являются ее частью, для этого пришлось выписывать как Лукашенко, да, который, мы помним его откровение на следующий день, значит, который, ну, не сутки, там, чуть меньше это продолжалось, ну, там, скажем, давайте, с утра до вечера, да, в течение полудня, значит, полсуток руководил фактически Россией, то есть Путин выступил по телевизору и куда-то исчез, а после этого, как Лукашенко сам рассказывал, и Российская Федерация не опровергла эти его слова потом, значит, он давал команды Бортникову, например, директору ФСБ, на секундочку, то есть президент Беларуси, значит, дает команды президенту, ой, извините, директору ФСБ России, то есть, ну, получается, что без внешнего менеджера, да, приглашенного антикризисного, путинская система оказалась вне состояния разрулить собственные, ну, собственные сугубо внутренние проблемы, да, и та же самая история сейчас, они не могут путинский, месседж разогнать, значит, потому что повесткой владеет, предвыборной повесткой владеет то Дунцова, то Надеждин, вот, и Путин там сам в ходе своего триумфального переизбранника, кстати, оказывается постоянно на периферии повестки, да, и для того, чтобы встать в центр повестки, им надо выписать, значит, заокеанского эксперта, вот, притащить его и облизывать его, как вы сказали, со всех сторон, в общем, вот ситуация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова